я вас приветствую друзья это видео по теме дима новоженина при наследнего подростка пропавшего 29 марта 2021 года в районе новая охта санкт-петербурга и найденного позиция 3 апреля 2021 года на берегу одноименной реки охта которая течет рядом с этим микрорайоном были трагедии до сих пор много чего неясного и в этом пытаются разобраться неравнодушные люди да и сами родители очень принимают активное участие в изучении всех моментов и попытках понять найти ответы на некоторые вопросы и только благодаря их усилиям это дело не было прекращено по несчастному случаю и продолжает находиться в расследовании там правда есть очень странный момент введения этого расследования очень какая-то странная судмедэкспертиза два раза сделано но ничего не прояснился наоборот только запутался обо всем этом можно посмотреть у меня в плейлисте где собраны видео по этой трагедии но общую информацию недавно снял константин на своем канале народное слово там тоже можно более-менее под понять суть происходящего недавно я сделал ролик под названием охтинский коллектор по этой теме с подозрением не связано ли гибель дима новозленина с этим коллектором и вследствие выхода этого ролика алексей отец дима новозленина решил пройти по этому коллектору попытаться может быть где-то внутри что-то найти что-то понять какие-то моменты дающие подсказку этой ситуации но по странному стечению обстоятельств коллектор который давно не работал и был уже отключен потому что запустили другой коллектор в обход реки ох то чтобы ее не загрязнять сразу через очистные сооружения в реку него то вода уходила когда приехали алексей с еще одним человеком к этому коллектору выяснилось что он открыт по нему течет вода вот такая прелюбопытнейшая история получается приехали посмотреть трубу а труба включена вот алексей здесь находится все время не работала причем было видно что она не работала давно пусть и каким-то удивительным делом просто чудеса в решете и это получается те сточные воды которые были отключены якобы по еще большому совпадению опять-таки странному совпадению когда они подъехали к этому месту где как раз труба направлена в сторону муринского ручья с вытекающей водой из этого коллектора и встретил бмв снова бмв опять черный опять в московскими номерами и там они уже даже и номера где-то рядом находящийся с теми номерами которые были на другом бмв фигурирующим в моем тоже ролики про не случайные случайности четко как-то слишком много черных бмв крутится вокруг этой истории и случайно попадают в поле зрения даже удивительно честно говоря почему так все это происходит откуда такие совпадения для меня это конечно загадка но может быть кто-то знает ответ на этот вопрос алексей вместе с еще одним исследователем открыли люк посмотрели уже через люк через канализационные как там обстоят дела как вот сконструирована это вся шахта спуска туда к этой трубе можно примерно себе представить как туда можно попасть значит выше этого коллектора течет вода подняли здесь вот такое бетонное кольцо с канализационным люком открыли крышку канализационного люка однозначно туда вход идёт вот туда идет еще одна труба да да это да это идет все в домам получать где-то футболисты куда-либо не а если его здесь пустили думаете они туда его поднимать могли бы туда зачем вот туда труба идет на стоп вот куда она идет в моринский ручей вот она труба отсюда сверху сливается она за ступенчато идет замок с высоты в общем не получилось попасть коллектор запах кстати оттуда один в один такой же как и запах который издавала куртка напомним куртка димы новозленина была найдена на берегу у меня есть об этом предыдущем видео как раз рассказ по этой теме и от нее есть был сильный запах канализации ну по крайней мере как минимум канализации но чего-то такого подобного и вот алексей говорит что запах от куртки был точь-точь такой же как вот запах от этой воды которая вытекала из этого коллектора то есть один в один ну и учитывая что еще на куртке был песок все-таки есть впечатление что она находилась где-то в одном из таких колодцев как минимум или в трубе занесенная песком песок там присутствует естественно в этих коллекторах водой его потихонечку сносит наносит и как раз и запах соответствует как уж туда попала куртка пока сказать сложно был ли там дима новозленин тоже сложно сказать но связи со всеми этими событиями я снова вспомнил про три странных фотографии сделаны на случайно на телефон по хронологии конечно они не не получается что они сделаны в конце его прохождения по этой территории но вот эти фотографии на которые можно еще раз посмотреть они вызывают некоторые вопросы многие тут уже пытались что-то увидеть то ли палец то ли просвет кармана то ли еще что-то но если связать канализационной трубой может все-таки это что-то с этим связано и может быть он сначала вышел из дому например и уже после того как вышел еще не доходя до первых камер может уже заглянул в колодец какой-нибудь и сделав эти фотографии ну так вот мысли вслух а потом пошел в сторону вот этого коллектора где вот он сливается в этом уринский ручей а если продолжить его движение то он как раз туда и мог бы выйти к этому колодцу кстати который показан но не дает мне покоя этот коллектор есть какие-то смутные предположения что все-таки есть какая-то здесь связь пишите что вы думаете по этому поводу высказываетесь но мне только остается сказать до новых встреч друзья